Мои дорогие, с вами Александра Швеция и мы продолжаем нашу историю «Финский жених. Часть вторая». Ссылочку на первую часть я пришлю в описании видео. И начнем мы нашу историю, продолжение с того, что мы поблагодарим нашу героиню за то, что она рассказала нам историю свою. У вас, у кого еще нет жениха, она вдохновляет на поиски, на счастье в семье. А у того, у кого есть, она просто рассказывает и делится своим жизненным опытом с вами. Итак, поехали, да? Поблагодарили, пожелали ей счастья и поехали дальше слушать. Мы очень быстро ушли с сайта, я напоминаю, да? Это уже было не первое знакомство с Финном. Так, каждый день говорили по WhatsApp-видеозвонки. Был конец мая 2019 года. В конце июня я полетела знакомиться к нему. Перелеты долгие и недешевые. Из Москвы в Хельсинки. Дальше куда-то там еще по Финляндии. И вот, наконец, он захотел к ней в Москву приехать. И она пишет про себя. Я ужасная хозяйка. У меня далеко не образцовое жилище. Громкая дворняга и дочь подросткового возраста. Но ему казалось все нипочем. Ну, во-первых, да, адекватный мужчина, конечно, захочет увидеть, как вы живете. И вот то, что вы называете ужасной хозяйкой, я до приезда сюда тоже думала, что я ужасная хозяйка. Просто, что я не могу ни помыть, ни приготовить. Но, глядячи на современных женщин шведских, которые вокруг, я поняла, что я просто замечательная и цены мне нет. И когда вот до пандемии к нам мама, папа, мы уже приезжали, то всегда, конечно, я их кормила с дороги, чего их родные дочери не делают. Не принято. Ну, не принято. Ну, подумаешь, мать 4 часа машину вела, а матери 72 года. Ну, она же не устала. Она же что? Зачем ее кормить? Она же может в Макдональдсе покушать, да? Где-нибудь в придорожном кафе. В конце концов, она с собой может еду взять. Ну, а я в лучшем случае кофе подам. Так, далее. Я полюбила его сильно, а до этого никак, ну, когда этого не могла. Потом всех накрыла пандемией. Он говорил, в апреле займемся твоим переездом. В общем, я и замену себе на работе нашла. И начала учить финский язык с репетитором. Вот, финский язык с репетитором, да? Тут героиня не пишет, кто оплачивал эти уроки. Не знала, что делать. Когда в ноябре 2020 года у меня сочертело ожидание, и финны уже выдавали визы, я сделала визу по приглашению к социальному партнеру. Попала на самый первый предрождественский самолет в Хельсинки и часы и минуты считала до вылета. Сначала все казалось хорошо. Ближе к Новому году я почувствовала отчуждение. Прилетев числа 6 января в Москву, на следующий день услышала от него, что отношения умерли, и что из них ушла страсть, только физика осталась. Такое бывает, мои дорогие, да? Я чувствовала, как будто по мне самосвалом проехали. Пыталась спрашивать о чем-то, просить пару дней. Потом, после холодных рубленых фраз, стерла его номер телефона, удалила остатки переписки и продолжала жить. За месяц ушло 6 килограммов. Я просто держалась на работе и была в подушку по вечерам. Знаете, вот подобная примерно история у меня была со мной. Я ее не рассказывала, потому что она очень такая печальная. И парень был нашей национальности, но только он жил недалеко от моего города. Он жил, и вот примерно такая история у меня была. И вот так вот тоже отчужденность была, непонятно почему. Я приехала домой, и потом прошло несколько месяцев, да, и он меня позвал к себе обратно. Ну, там вот, давай, все дела. И вы знаете, я не поехала. И сейчас уже прошло так вот много-много лет, и я думаю, что хорошо, что я к нему не поехала. Я не знаю, вот, что случилось, действительно сложно, сложно мне вот до сих пор точно понять. Да, он мне потом долго писал. Тогда еще не было в WhatsApp. Это было так давно, я такая старая. Тогда еще в WhatsApp не было, и андроидов этих не было. Но Skype был, то есть мы с ним по Skype. И как-то вот, и я даже с работы почти уволилась. Ну, потом я обратно на нее устроилась. Она, знаете, такая работа была не очень особенная, кому нужная. И потом, когда он мне писал, а обратно меня звал, я ему говорю, знаешь, говорю, а где гарантия, что ты меня опять вот так вот не выкинешь? И нет. Знаете, хорошо, когда вот все хорошо заканчивается. Ну, я рассказываю, делюсь здесь своим опытом, да, и рассказываю ваши истории, и в том числе вот и про себя, конечно же, да. Просто в ваших историях я узнаю себя. Мы же делимся опытом, как оно бывает, и как бы нам не хотелось, чтобы оно было. Ну, так вот бывает. Дальше я читаю. Героиня поделилась с нами опытом. Когда 14 февраля я получила с незнакомого номера, дурацкую Валентинку, даже не знала от кого. Номер был финский. У меня оставалось старое приглашение для визы, и там был номер. Выяснилось, что от него. Когда расставались, я ему сказала, что это его решение, что я его уважаю, но мою любовь к нему и его решение не отменяет. Поэтому, когда автоматически нажала на сердечко в ответ на сообщение, я просто выразила свои чувства. Потом сидела и думала, ну зачем? Зачем вот он так со мной? Но мне чертовски надоело ломать голову, и я просто закрыла переписку. На следующий день было базовое. How are you? Что-то я написала в ответ. На следующее утро снова написал. Фотку прислал. Уделился настроением. Я не знала, что думать, и через полторы недели в лоб задала вопрос, с какой целью мы переписываемся. Ведь знаешь, что еще болит. Вот еще есть такой момент, мои дорогие, когда люди расстаются, и они скандалят. Я живу вот такой себе наел. Смотрите, девочки, живут, да, вот. Так вот закроют, чтобы не было. Смущалось, чтобы это кого-то. Так, когда люди расстаются и скандалят, то, конечно, есть еще надежда на то, что они сойдутся. А когда люди просто расстаются и уже не скандалят, не выясняют отношения, нет вот этих вот перьев по всей комнате, то уже все. То практически надеяться уже не на что. Но если люди бегают, кричат, обзываются, и ты такой, а ты такая, сякая, то еще есть надежда, что они будут вместе, и даже есть надежда, что все будет хорошо. У меня одни знакомые в Новосибирске разводились, просто в разные стороны перелетели. Он делил с ней ложки. Он был полицейский, а она была риэлтор. И мать ему его говорила, какой ты позорный мужчина, какого сына я воспитала, что ж ты совсем делишь ложки. Но понимаете, его взяла такая обида. И поскольку его такая обида взяла, обиды же это чувства, да? То есть у него к своей жене были большие чувства. И они через несколько месяцев опять сошлись, и там любовь морковь, и слава богу, у них все хорошо уже много лет. Так, поехали дальше. Так, так, так. Вечером было сообщение, что он меня любит, что совершил ошибку. Я тогда уже предчувствовала, что пишет не просто так. Ну, естественно, конечно же, не просто так. Так. Подруга мне говорила дура, коллега говорила, используй. И дочь спрашивала, ты ведь любишь его? Тогда начните все сначала. Ну вот да, вы знаете, один человек может простить, а другой нет. Я вот про этого парня, про которого я вам рассказала, да, я к нему там много раз тоже ездила. И я его тоже любила. Наверное, это, может быть, даже была моя самая сильная любовь, я не знаю, но... А я простить не смогла. Ну, понимаете, вот вещи, вот, если бы, возможно, тогда бы я пошла к психологу, там, психология, он бы пошел, возможно, да. Но мы этого не сделали, и не каждая женщина может простить. В марте я полетела к нему, за его счет полностью. Зарплату задерживали на 2-3 месяца. Выкарабкивала с помощью кредита, как могла. Дочь заканчивала школу, так продолжалась до августа. Он сказал один раз, что когда я прилетела, он был готов прыгать от счастья, а прямо в аэропорту. То есть, смотрите, да, он нашей героине, когда она от него уезжала, он ей не дал денег на карманные расходы и вообще ни на какие, вот, судя из письма. Девочки, я не феминистка, и я считаю, что мужчина должен поддерживать женщину. Кто бы мне бы что не говорил, самые удачные браки, которые я видела в своей жизни, я опять-таки со своей колокольни сужу, это были браки там, где мужчина поддерживал женщину. И многие женщины, которые очень удачно замужем, они изначально ставили вопрос, что ты должен меня, конечно, обеспечивать. Ну, я своего мужа такой вопрос не ставила, только вот то, что он меня должен поить, кормить, потому что я знаю, что у нас в Швеции многие женщины и браки тоже кормят пои от себя сами. Но мой муж деревенский, и поэтому у него вопросов с этим не возникало в шведских деревнях, а до сих пор многие женщины и не работают, и это совершенно нормально. Я про это сниму видео, про шведские отношения в деревне, потому что они сильно отличаются от городских. У меня есть видео про шведские деревни, ну, я смотрю поближе. Так, поехали. Еще когда летала на те рождественские каникулы, подала через Петрозаводскую фирму заявки на поступление в Четвертинских колледжах. Вышло смешно. Как заобсуждали до, с ним выбрала только в Оулу. Просто несколько направлений. После Рождества, Вегима Пачуев что-то не то, еще там переиграла на Мерконома, но в разных городах не только в Оулу. Я так догадываюсь, что Мерконома это какая-то специальная профессия. В итоге весной было два собеседования. Я была принята и в Лиексу, и в Хапоярви. Но собеседование в Оулу было последним, и мы с моим финном решили, что надо попробовать. То есть, видите, да? Они, брат, пока решили не оформлять, они решили, что она будет учиться. Так, если собеседование в Реверу и Еду проходили в виде телефонного разговора и видеозвонка, то для собеседования в Оулу следовало явиться очно и пройти языковой тест. Уровень четко указан не был. Так, тест был из трех частей. Письмо, понимание и разговор. Первая часть как по маслу прошла. Тех, кто построен вокруг незнакомого мне слова, и я тупо сдалась. Разговор прошел, как мне казалось, не ужасно, и я могла на вопросы отвечать и сама что-то говорить. Кроме того, меня зовут, я живу, и мне нравится. Но результат был отрицательным. Я не прошла. Письмо было на нужном уровне, а понимание и говорение недостаточное. Надежда переехать по учебе не сложилась. Тут же я записалась на УКИ-тест через три месяца, чтобы получить требуемый уровень и подтвердить его. Сама не веря, что пройду. Это же не бесплатно, конечно. И опять не сама, а через фирму. Вот тоже, да, они пошли таким вот путем, а не через брак, а пошли, что они будут вместе жить. У меня был один такой знакомый товарищ из Ирландии. И вот он тоже мне предлагал, давай с тобой поживем там, ты у меня в Ирландии поживешь, а потом мы посмотрим, поженимся мы или нет. Ну, знаете, я другой человек. Все мы, они могут быть одинаковыми. У меня либо да, либо нет. Либо ты мне друг, либо ты мне протянка. Либо мы с тобой женимся, либо я пойду дальше. Вот. В конце концов, я уже в таком возрасте вышла замуж, что мне уже было все равно, останусь я одна или нет. Но люди все разные. И еще раз поблагодарим нашу героиню. Это была вторая часть. И чтобы не утомлять вас и не утомлять себя, мы сделаем еще третью часть. И в третьей части мы посмотрим, а что же происходит с героиней в данный момент, да, в такой вот кульминационный момент. Мои дорогие, я вас еще раз прошу помолиться за нашу женщину молодую, за нашу девушку. Пожелать ей счастья, благодарности. Также я жду ваших историй заграничных, у вашей жизни заграницы, у ваших браках с иностранцами. Потому что это всегда интересно, брак с иностранцем. Иногда он бывает счастливый, иногда он бывает несчастливый, стабильный, нестабильный. Это просто жизнь. Мои дорогие, с вами была ваша Александра, ваш блогер из Швеции. Жду вас на третьей части.